Максим, но мы сразу начнем с вопросов. Есть ряд позиций, которые бы хотелось с вами обсудить. В первую очередь, система, созданная Путиным, становится более неуязвимой через последние законодательные инициативы нашего бешеного принтера, как его называют, или наоборот, она больше подвержена такой внутриразрушающей силе, что вынуждает власть как-то ее укреплять. Ну, вы знаете, смотрите, Олег, мне кажется, что вообще, когда мы обсуждаем любого рода вопросы, связанные с устойчивостью нынешней власти, мне кажется, в фундаменте любого ответа должна лежать такая, знаете, уже крылатая фраза. Вопрос не в том, сколько власть будет бомбить Воронеж. Вопрос в том, сколько Воронеж готов терпеть. Иными словами, вопрос не в том, что будет делать власть. Потому что, мне кажется, сегодня не стоит никаких существенных усилий, ни эмоциональных, ни моральных, ни интеллектуальных, для того, чтобы понять, что она из себя представляет, что она погрязла во лжи коррупции, насилия, и что она реально носит вред нашей стране. И поэтому вопрос лишь в том, когда люди захотят это свое понимание перевести в политическую плоскость. И власть, конечно, будет всячески пытаться себя сохранить. Она этим занимается многие годы. Более-менее успешно, надо признать, поскольку, раз уж нынешний президент 20 лет находится у власти, то мы должны признать, что воспроизводство самой себя власти удается, как правило, в ущерб населению, в ущерб будущему и настоящему страны. Но все эти, естественно, законодательные инициативы, они не случайны. Власть боится. Потому что предстоит серьезное испытание для самой власти. Это выборы 2021 года. Как бы мы к процедуре выборов в нашей стране не относились, как бы мы не понимали, что они себя представляют. Власть по-прежнему их проводит, пытаясь через них любой ценой, правда, теперь уже получить новую степень легитимности, продлить свои полномочия. И она собирается это сделать через выборы в Государственную Думу в 2021 году. Чтобы облегчить себе эту задачу, она и демонстрирует свой драконовский очередной расоскал, свои вот эти вот новые, взбесившиеся, значит, способности взбесившегося принтера, которым снова... Ну, она не перестала выйти в Государственную Думу, в режиме которого функционирует. Поэтому я именно так это оцениваю. Вопрос в том, что люди, что гражданское общество, что граждане страны смогут противопоставить. И смогут ли? В этом лишь вопрос. И, конечно, смогут раньше или позже, конечно, такие режимы не вечны. И, конечно, персоналистский режим Путина не только его собственным физиологическим здоровьем ограничен, но и многими другими факторами. Но вопрос все равно ключевой не в нынешнем режиме, не в его внешней политике, в взаимоотношениях с Западом, например, о чем сейчас много говорят, а, конечно, в взаимоотношениях этого режима с самим обществом. Насколько общество, насколько люди готовы его терпеть дальше. Пока готовы, мы будем, как мне кажется, дальше и дальше терять перспективы развития страны. Поэтому вопрос смены режима это не вопрос уже политический, это вопрос выживания нашей Родины. Я так считаю. На ваш взгляд, Максим, какая основная задача или какие основные задачи, которые ставит перед собой Кремль, Путин и его окружение на сегодня? Я думаю, сохранение вечной власти. Потому что они не видят возможности. Может быть, когда-то кто-то из них и думал о том, что эта власть не навсегда. Но поскольку они уже столько наворотили, столько совершили, и все, кстати, законодательные инициативы о неприкосновенности президентов, это все, я думаю, из этой же серии, что понимают, что необходимо сохранять власть любой ценой. Я считаю, что все их поступки вот сейчас продиктованы исключительно двумя вещами. Это сохранение власти и главная цель, ради чего, собственно, все это – обогащение. К сожалению, мы вынуждены признать, что люди, которые руководят нашей страной сейчас, эта группировка, она, ну, скажем так, ее цели очень сильно далеки от целей и задачи страны. Нельзя сегодня отождествлять родину и власть. Хотя власть, кстати, обратите внимание, делает постоянно вот эти акценты, пытаясь изобразить Путина и вообще нынешнюю российскую власть как наследницей всего хорошего, что было в нашей истории, всех милейких побед, хотя они к ней не имеют никакого отношения. Но заставить таким образом людей отождествлять родину с нынешней властью. Конечно же, это не так. Не надо путать отечество с его превосходительством, как сказал Классик, и здесь все очевидно. Сегодня интересы правящей группировки и родины, они перпендикулярны. Поскольку мы с вами затронули вопрос именно о группировке, на ваш взгляд, насколько верно утверждение о том, что российский народ находится в заложниках в какой-то группировке. В каком-то смысле да, потому что, вот обратите внимание, например, даже на очевидные реакции, связанные с санкциями, потому что власть опять же пытается всячески представить себя выразителем интересов всего общества, всей страны, и воспринимает, когда получает ответ на свои неадекватные действия на международной арене, начинается вопли о том, что это удар по россиянам, что оппозиционеры, которые призывают к санкциям против друзей Путина, это люди, которые не любят родину. Опять размените, вот это вот отождествление постоянное. Они все время себя пытаются скрепить со страной, потому что сами без страны себя ничего не представляют, как выясняется, потому что все результаты их деятельности крайне плачевны. Не говоря уж о том, что даже те хорошие, мне кажется, шаги, которые за это 20-летнее правление были сделаны, они просто нивелированы всеми последующими событиями. В общем, сегодня нынешний режим находится у разбитого корыта. И как часто случается, вот эта вот уропатриотическая истерия, что мы одни единственные, хорошие, замечательные, все кругом враги, и если не нынешняя российская власть, то придет страшный солдат НАТО и задавится своим сапогом. Вот это вот идиотское, с моей точки зрения, не основанное ни на фактах, но основанное на истерике и пропаганде точка зрения сегодня являются доминирующей. Власть вокруг нее выстраивает свою линию защиты от народа, по сути дела. Вот если в какой-то степени это верно, если мы являемся заложниками этой группировки, каковы алгоритмы выхода из этого состояния? То есть, это как по аналогии с, простите за сравнение, с захватом какого-то здания бандитами, то есть, нужно тихо сидеть и не подавать никаких признаков активности, пока нас не освободят. Либо в этой ситуации, либо это сравнение неприемлемо, и нам нужно как-то действовать. Каковы, на ваш взгляд, на сегодняшний день пути выхода из этого состояния? Ну, если мы говорим о целях и задачах, которые стоят перед теми, кто считает необходимым смену политического режима, то, конечно, для нас тоже выбор в Государственную Думу является той реперной точкой, тем событием, где мы хотим нанести поражение политическое нынешнему режиму. И поэтому, конечно, надо бороться. Не существует никаких новых эксклюзивных формул победы, не существует волшебных палочек. Есть выборы, есть уличные протесты. Конечно, самый цивилизованный и естественный и правильный способ, когда власть проигрывает выборы и уходит. Пускай, являясь как Трамп, например, но все-таки уходит. Мы критикуем все время Америку, но власть уходит там, проиграв выборы. Наша же власть, сегодня, отвечая себе на этот вопрос, как ответим? Уйдет, проиграв выборы? Допустит ли она свое поражение на выборах? Мы должны, конечно, стремиться к тому, чтобы реализовать через выборы волю граждан. Если она будет на это, я считаю, что она формируется, безусловно, на смену политического режима. Но если власть будет фальсифицировать масштабные выборы, к чему она, как показывает практика, безусловно, готовы, то, опять же, и опять вопрос к людям. Люди готовы будут выйти на улицу и защищать свой выбор. Поэтому то, что происходит в нашей братской стране во всех смыслах Деворуссии, это требует самого пристального внимания. Потому что там происходят ровно те же процессы, в которые может погрузиться Россия после ближайших выборов. Когда власть проиграет их, очевидно, всем, но не захочет уходить. Этот момент наступит неизбежно. И вот здесь будет ситуация как бы развилки. Я не очень верю в адекватность нижней российской власти. Но хотел бы, даже существует минимальный шанс развития событий таким сценарием, который не привел бы к столкновениям, к конфликтам, к уличному противостоянию, не дай бог. Я хотел бы, чтобы власть, проиграв выборы, смогла бы уйти. Но, к сожалению, практика показывает, что это не так. Но это не значит, что мы не должны добиваться победы. Потому что есть две вещи, которые связаны с нашей стратегией. Первая, это то, что делает власть. Мы должны как-то на это реагировать, следить за этим. гораздо важнее, что делаем мы. Очень часто действия оппозиции друг друга. Примеров массы, я думаю, наверное, не стоит даже примеров здесь каких-то конкретных приводить. Любой наш зритель и мы с вами массу приведем. Зачастую критика друг друга становится главной целью, главной задачей любых выборов, любой избирательной кампании, любых политических процессов. Все-таки не удержусь от примера, когда шли поправки в Конституцию, долго выясняли между собой, едва ли не больше выясняли между собой бойкот или идти голосовать. Нет. И прав был Навальный, который говорил, что мы должны убеждать не друг друга, а тех граждан, кто нами еще не убежден, кто думает иначе или кто может быть боится думать правду, боится признаться себе в чем-то. Мы с ними должны разговаривать, а не друг с другом сейчас. Поэтому вот эта задача консолидации усилий в Петербурге. Это связано с выборами в законодательное собрание, которые пройдут вместе с Государственной Думой. И здесь я очень надеюсь, что оппозиция не повторит ошибок 2016 года, когда нежелание договариваться приводит к тому, что у нас хоть и шесть партий в парламенте, но только одна из Единой России имеет подавляющее большинство благодаря тому, что оппозиция не смогла договориться. Не только, и даже не столько благодаря фальсификациям, а благодаря тому, что мы сами, выставив везде много кандидатов, не провели переговоры, не попытались консолидировать протестного избирателя. распылили его и единороссам хватало 30%, и сейчас будет хватать в такой ситуации 30% для победы. Собых фальсификаций не нужно. Если же нам удастся, я в данном случае имею в виду и парламентскую оппозицию, и представители умного голосования, в Петербурге, в частности, что от меня в какой-то степени зависит и чем я сегодня занимаюсь, консолидировать наши усилия, мы получим многопартийный парламент, где Единая Россия не будет иметь большинство. И это принципиально изменит политическую ситуацию в городе. Вот к этому мы должны стремиться. Если мы договоримся о том, что мы не будем в рамках этой кампании критиковать друг друга, а больше будем сопротивляться усилия на том, что, например, Петербургу не нужен однопартийный парламент, что ему нужен кулерализм мнений, что не должно быть о засиле одной партии, что вот, пожалуйста, последствия ее политики, тогда мы сможем консолидировать усилия и в рамках наблюдения за выборами, противостояния фальсификации, не друг за другом следить, не друг с другом бороться. А бороться все-таки с «Единой Россией», который является политическим представителем партии этой группировки, которая правит страной. Вот такая, мне кажется, должна быть стратегия. Ну и, конечно, еще раз. Если вы спросите меня, готов ли я выйти на улицу? Наверное, этот вопрос, ответ на этот вопрос очевиден. Я это демонстрирую, наверное, всю свою там сознательную жизнь в той или иной степени. Но все-таки, конечно, возвращаясь к тому, с чего начали. Сколько Воронеж готов терпеть? Вот это ключевой вопрос. Поэтому мы должны, мы те, кто активно участвует в политическом процессе, участвует в оппозиционном, гражданском движении, должны создавать предпосылки для того, чтобы люди увидели, что происходит, те, кто еще не видит. Или чтобы у людей, в конце концов, кончилось терпение. Но я считаю, что все равно главный вопрос это когда люди перестанут просто в массовом смысле терпеть все это без предела. Другого слова подобрать сложно. А вот в этой связи мы уже затронули тему выборов предстоящих. По данным ведомостей, Элла Панфилова будет переназначена в 2021 году на должность главы ЦИК. Максим Львович, как вы считаете, справится ли Элла Александровна с возложенной на нее миссией, непростой, скажем так, в 2021 году? На что она готова пойти? Очень не хочется оценивать никаких конкретных людей в рамках этой всей системы, потому что люди, работающие на этой системе, не могут быть оценены политически иначе, как негативно. Какими замечательными они бы ни были внешне, каких-то своих внутренних проявлений, может быть, каких-то своих конкретных поступков. Но Элла Александровна возглавляет ЦИК, как любой человек сегодня возглавляет городскую избирательную комиссию в Петербурге, он решает задачу не в подсчетах голосов, правильного, в правильном смысле не в помощи в быстрейшей реализации воли народа и точного подсчета голосов, она решает задачи, связанные с подгоном этого голосования под нужные кремльевые результаты. Вот самая главная проблема. И в этом смысле Элла Александровна неплохо справлялась, если в такой терминологии говорить с ситуацией позорного мухлежа, однолежа, пенькового трехдневного голосования. Справлялась и справлялась с другими сюжетами. В Петербурге она, правда, выступает часто против беспредела на Петербурге, к федеральному беспределу накладывается еще и региа, и местные, наша местная специфика, к сожалению. Но, понимаете, в целом, конечно, вся система заточена на обеспечение нужного власти результата. Рассчитывать на нее смысл нет, как на систему, но люди везде есть. Люди везде есть. Мы помним, например, в Белоруссии были люди в избирательных комиссиях, которые честно озвучивали результаты выборов. Это, ну, люди разные. Еще раз говорю, здесь бороться мы должны в целом с системой, но, конечно, люди, которые находятся на ее верхних этажах, таких, как ил. Александр Памфилова, они должны нести ответственность, в конечном счете, за то, что происходит сейчас с нашей страной, за историю с Конституцией. Это, я считаю, просто преступление, то, что произошло во всех смыслах. Вообще, вся история с первым июля, и это просто по своему постепене цинизма, она, конечно, мало с чем может сравниться, потому что не просто ради, не просто нарушили Конституцию, не просто совершили преступление, насилие над основным законом, но еще и сделали это в период пандемии. В Петербурге сейчас чудовищная совершенно ситуация. Что делали петербургские власти летом? Они готовились к обнулижу, чтобы фальсифицировать лучше, чем в Москве, чтобы получить соответствующие награды в Кремле, получили. Вместо чего? Вместо того, чтобы заниматься подготовкой к этой самой второй волне, которую все знали. То есть, власть обеспечивала саму себя и плюнула на здоровье граждан. Двойное преступление по отношению к жизни и здоровью граждан с точки зрения пандемии и голосования в этот момент. И второе, конечно, преступление с точки зрения права народа на власть, потому что поправка обнуления сроков Путина, как я уже говорил много раз, это не обнуление сроков Путина, это обнуление прав российского народа на власть в собственной стране. Это преступление. Я по-другому это назвать не могу. И этому всему должна была быть дана оценка, если вы говорите о конкретных персонажах, включая Александру Панфилову. Возьмет ли Кремль на вооружение тактику Лукашенко в плане физической нейтрализации наиболее ярких политиков накануне выборов 2021 года? Я скажу так, Олег, это... Ну, в общем, все возможно. Понимаете, после истории с Алексеем Навальным, с отравлением Алексея Навального, слава Богу, что он выжил, но у меня нет сомнений, что к этому имеет отношение прямой. Российская власть идет спор, там, на каких этажах принимался решение, лично ли Путин отдавал, не лично ли Путин, не знаю, что хуже в данном случае. В любом случае все, что происходит с нашей страной, есть случай с Навальным просто самый громкий, но не единственный. Показывает, что власть для того, чтобы сохранить саму себя, готова на все. Вот недавно вышел фильм Алексея Пивоварова, да, по поводу взрывов домов в 99-м году. Мы так забыли об этом, так давно это было. Очень хороший комментарий Владимира Милова был по этому поводу. Действительно, я считаю, что выгода политическая прямая была тогда Путину и тем, кто приходил к власти на волне взрывов домов. Поэтому, понимая все это, мы понимаем, что способы и методы могут быть любые, но мы не должны на этом сосредотачиваться в том смысле, что человечество уже отдало ответ на эти вопросы тем, кто хочет этот ответ получить. Лучше умирать стой, чем жить на коленях, я вам так скажу. Лучше бороться, чем прозябать. И лучше, я не знаю, сказать себе, я сделал все, что я мог, чем постоянно повторять себе, что я не делаю то-либо другое, потому что, ну, как так? Там же такие страшные люди, там такие большие силы. Всегда можно найти себе оправдание. Ну, естественно, это сложный вопрос, который вы задаете, но я не знаю, как честно на него ответить, потому что все может быть, но это не повод как-то менять политическую линию или давать другие оценки. Да, мы должны понимать, что власть неадекватна, что она зациклена на самой себе, на своей жажде сохранить саму себя, на умножении богатств узких групп или захвативших эту самую власть. Но я считаю это все ужасно несправедливым, отвратительным, и хочу, чтобы в моей стране такого не было. Я с этим буду бороться, независимо от того, какие угрозы будут возможны, я так вам скажу. Ну, пока не решение такое. Предвосхищаемый вопрос, как раз таки вы упомянули о том, что вероятно и возможны какие-то угрозы в случае каких-то более активных действий. Максим, вы в ходе своих выступлений с трибуны Петербургского парламента, чаще всего беспощадных действующих власти. Прямой вопрос, не страшно за жизнь? Нет, я честно отвечаю, нет, не страшно, потому что мне было бы, для меня страшно молчать, страшно потерять самого себя. Я говорю вам совершенно искренне, я не смогу жить, если я буду знать, что я должен сказать, и этого не делать. Ну, зачем тогда я избирался депутатом? понимаете, я скажу так, я понимаю все угрозы, я не идиот, я отлично понимаю, моя жизнь довольно длинная уже в этом смысле, я сталкивался с самыми разными сюжетами в ней, там, за решеткой дважды уже побывать удалось, там, хорошо, это было ненадолго, власти не удалось засадить, хотя там попытки были на серьезные сроки, но, главное, я точно знаю, что для меня важно быть в гармонии с самим собой. Я не смогу существовать, если я буду знать, что я себе изменяю. То есть, мне неприятно, например, когда меня критикуют избиратели за какую-то позицию, с которой они не согласны, и я стараюсь думать на эту тему, я, честно говоря, естественно, всегда корректирую позицию, стараюсь услышать мнение другой стороны, я вообще стараюсь слышать разные точки зрения, но я самое главное стараюсь слышать самого себя, в том смысле, что себя невозможно обмануть. Я не хочу быть обманщиком, я знаю, что я должен делать то, что я считаю правильным, я должен говорить то, что я считаю нужным, вообще депутат это про то, что надо громко говорить, это его работа, самая прямая его обязанность, и я считаю, что у меня сейчас нет возможности принимать законы, которые я считаю правильными, да, я их ношу, но понятно, что большинство принадлежит Единой России, поэтому большинство моих законов, они лежат на полках, что называется, законопроектов. Я понимаю, что у меня нет возможности принимать поправки к бюджету, потому что я тоже отклоняюсь. я все это делаю, но я понимаю, что возможность, может быть, самое главное сейчас, если уж говорить о каком-то пробуждении людей, желании что-то изменить, то это трибуна, поэтому я использую ее для того, чтобы говорить правду, потому что еще меня, знаете, что очень раздражает, что очень много лицемерия, это просто какой-то ужас, буквально это, то есть, даже когда человек говорит правду, просто им говорит, не может быть, чтобы он это говорил, на самом деле так, что тут какая-то есть конспирологическая версия, тут что-то нечисто, люди так привыкли к тому, что есть это, что в политике у нас перестали честно разговаривать открыто с избирателями, что все время какая-то фига в кармане, двойное дно, все время используют какой-то изопов язык, а просто прямо и честно разговаривать с людьми, говорить то, что ты думаешь, предлагая свои взгляды себя как кандидату, вот мне кажется, этим домом заниматься депутатом. Догадываюсь, что это не очень нравится, но я еще раз говорю, для меня все опасения понятны, я к ним отношусь серьезно, я, тем не менее, считаю самым страшным для себя сценарием, это когда я ездил самому себе. Так, отличный ваш вопрос, Олег. В отношении ваших коллег на муниципальном уровне, в частности, Вера Морозова с Малой Охты и Веру Коруличеву. Аня Коруличеву, да, и Свету Уткину, уже трех, трех депутатов. Да, их лишили полномочий, как это можно объяснить? Бегло зачищает, или ему дана команда, зачищает политическое поле против неугодных и возможных кандидатов в Государственную Думу, или как это можно оценить? Это, конечно, подготовка к выборам в Государственную Думу и законодательное собрание, это однозначно. И более того, это рефлекс и запоздала реакция на выборы 19-го года. У нас на выборах местное самоуправление несколько сотен единороссов лишились своих мандатов, но, правда, всего там их осталось, правда, еще не 900, но несколько сотен лишились, их было просто сплошняком. Все полторы тысячи депутатов были, так сказать, за редким исключением по единороссу до 19-го года. В 19-м году сработало ли умное голосование, самое главное, сработало ли договоренности между различными силами оппозиции. Не до конца, там были сюжеты, там хотелось бы большего от партии яблока, так в тот момент. Но, надеюсь, мы сможем эти договоренности расширить, как говорится, и углубить, уже, извините за советский такой же жаргон, но правильно, это правильное направление. Реакция власти тоже это подтверждает. Вот так они бесятся, они не знают других способов, они пытаются как бы пересмотреть проигранные итоги в тех или иных муниципалитетах. Да, конечно, выбирая, где как использовать конъюнктуру с учетом местной специфики, но, конечно, это абсолютно абсурдная история, абсолютно незаконная, это, конечно, расправа политическая, но это и вызов. Мы как бы должны воспринимать это таким образом. Власть мстили за выборы 19-го года муниципальные в Петербурге, где, в общем-то, Единая Россия очень многое потеряла. Просто это было не так заметно на фоне выборов в Москве. Вся страна обсудила городскую думу, московское дело, и успех умного голосования там, но в Петербурге успех был тоже очень впечатляющий. И они понимают, что такое возможно и в 21-м году. И они превентивно готовятся, они как умеют. С моей точки зрения, это очень неуклюжая и тупая вся история. Конечно, это неприятно для конкретных людей, по которым наносится удар, тем более, что сейчас уже целые муниципалитеты, особенно оппозиционные, сейчас будут подвергаться такой же точно проверке на предмет достоверности данных депутатов. Но главное, конечно, это политическая история. Вот они действуют так. Они сами нас толкают к объединению. Одновременно, будучи уверены в том, что объединиться и договориться оппозиция между собой не сможет. Они в этом абсолютно убеждены. И поэтому угрозы это не чувствуют. А мы должны понимать, что у нас нет другого пути. Если, конечно, мы не тупые барашки, которых надо упидывать на убой в этом спектакле. Я в таком контексте не буду работать. Поэтому для меня появляются принципиальные совместные усилия по борьбе с Единой Россией. То есть это сегодня главный момент, когда мы должны понимать, поодиночке всех сожрут. Просто понятно. Это можно сколько угодно сейчас, например, и справедливо, например, аплодировать депутату Бондаренко в Саратовской думе или депутату Шелозбергу. Или депутату Вишневского, моего коллеги. Замечательные, это прекрасные люди, честные. Заметьте, они разных взглядов. Вишневский, Шелозберг, яблочники, а Бондаренко коммунист. Но это честные, настоящие депутаты. Но почему мы так хорошо про них знаем, мы, кто интересует, потому что их так мало? Мы даже делаем так, чтобы становилось больше, разных, но больше. Чтобы были, ну, понятно, что Вишневскому и Шелозбергу и мне хочется, чтобы было больше либералов, Бондаренко, элементарная арифметика показывает, что в 16-м году именно отсутствие этих усилий привело к тому, что в Петербурге однопартийный, по сути, парламент. 35 единороссов из 50 депутатов, да, то есть, хотя, вроде как, 6 фракций, каждый тварь и попарень, но ни на что не влияет. Можно зато демонстрировать, знаете, вот у нас демократия, много партийных, партийный парламент, а по сути однопартийный. Я хочу эту ситуацию поменять, в эту сторону приложить усилия. Честно, открыто об этом со всеми говорю, на всех площадках. Понимаю, что огромное количество недоверия друг к другу, у людей, у политиков, потому что общество сильно анатомизировано. Все это, конечно, еще накладывается на абсолютно депрессивную ситуацию с ковидом. Это отдельная и тяжелая история, которая все это, конечно, сопровождает. Поэтому много проблем, но я не вижу другого пути. Я считаю, нужно двигаться в этом направлении, в направлении консолидации и солидарности. Для того, чтобы все-таки сменить политический режим страны. Максим, насколько вероятен социальный взрыв в России? Вот в связи с тем, что у нас и ковид, и падение уровня доходов, и все прочее. Или люди просто перетерпят, переговорят это все на кухне, и все это растворится? Как вы считаете? Ну, видите, Олег, поскольку реальная политика отсутствует, и механизмов, в общем-то, реальной связи между властью, которая принимает решение и обществом, которая живет отдельно от власти, не влияет на нее, отсутствуют эти механизмы, то, конечно, власть не ощущает. Да и мы поэтому тоже не особо ощущаем, где вот эти границы. С моей точки зрения, все предпосылки для социального взрыва есть. Они все уже созрели. Другое дело, что, еще раз говорю, все ингредиенты, если так можно выразиться, но, может быть, они в недостаточном количестве, да, какое-то там, может быть, я не готов рассуждать в режиме, там, о терпении русского народа, что вот он самый терпеливый, нет, я думаю, что у нас живут нормальные, здоровые люди, которые все адекватно оценивают и понимают, да, конечно, часть народа находится под воздействием пропаганды, и власть сознательно ее усиливает, в общем, держит людей в состоянии таком, в первобытном части общества, сознательно совершенно, но все-таки я считаю, что понимание это приходит к всем ингредиентам, когда это случится, это невозможно предугадать, ну, грубо говоря, как говорил мой учитель в университете, профессор истории, он говорил, что, ну, да, в начале 17-го года многие думали о 2017-м, о выборах, о будущих выборах как в Государственную Думу, а потом случилась очередь за хлебом в Петрограде, да, которые там женщины, и так далее, то есть дальше уже, то есть это невозможно предсказать, это событие, этот повод, он всегда уникален, как бы, и он свой, я не хотел бы, чтобы этот сценарий развивался в нашей стране, я говорю совершенно искренне, но я вижу, что мы идем именно в режиме белорусского сценария, когда власть абсолютно, когда власть общества просто враги, идет настоящая война между ними, вот то, что мы сегодня в Беларуси наблюдаем, причем власть в широком смысле, там это я имею в виду опричненной земщины, если можно так выразиться, вот это война опричненной земщины, вот то, что сегодня в Беларуси, все укомплектованное, вооруженное, до зубов, при всех атрибутах, но малочисленное, но малочисленное масштабы страны, то есть в соотношении земщины, но серьезная сила опричнена, и весь белорусский народ, который пытается эту власть сменить, что мы наблюдаем, пятый месяц протестов, и пока эта власть не сменилась, но и тем не менее мы видим, что похоже, что протесты не остановятся, и все равно, сколько веревочек не днется, конец был, Лукашенко, с моей точки зрения, неоднозначен, но другой стороны, мы пока не можем ответить на вопрос, какова длина этой веревочки, тот вопрос, который вы и задали, Олег, когда это будет, на этот вопрос нельзя ответить, но двигаться надо в этом направлении, идти туда, стараться, в том числе, конечно, я хотя думаю, что этот ресурс практически исчерпан, многие считают, что можно убедить какую-то часть элиты нынешней, или элитки, как ее правильно назвать, нынешней власти, из страха, или из других совращений, готовы будут к трансформации, может быть, разговаривать над со всеми, переговоры идут даже на войне, надеюсь, все-таки пока мы до прямой войны не дошли, как в Белоруссии, хотя мы не очень далеко, по моим оценкам, но пока есть возможность диалога, диалог всегда лучше, чем конфликт, нужно разговаривать, нужно стараться избежать любых проблем, связанных с угрозой для жизни, здоровья наших граждан, но еще раз говорю, власть очень неадекватная, я не хочу в данном случае никого обманывать, сам себя не хочу обманывать, когда я говорю об этом, я говорю о том, что я хотел бы, чтобы они там были адекватные люди, способны принимать адекватные решения, что-то менять, кардинально менять, но это не так, надо отдавать себе отчет в том, что, к сожалению, это отрицательная селекция, когда наверх пробиваются не лучшие с точки зрения интеллекта, способности, энергетики, еще чего-то, а лучшие с точки зрения длинной языка, умение погружать его, так сказать, в нужные места у начальства, то, конечно, мы имеем сегодня такого губернатора Петербурга, как Беглов, ну просто сопоставьте Петербург и Беглов, ну вот, несовместимые вещи, это несовместимые вещи, о чем я сразу и говорил, но это результат, это результат вот этой самой селекции отрицательной, что даже лучших своих каких-то вот представителей вот этой вот властной группировки, они и то, с моей точки зрения, задвигают, потому что они уже, так сказать, слишком непокорны по всей своей покорности для нынешней системы, когда только уже абсолютное повиновение, мне кажется, в части, в том числе, потому что национальный вождь, господин Путин, находится в бункере, в бункере, во всех смыслах, в информационном, мне кажется, он не понимает, что происходит в стране, я думаю, многие причины и многие решения, причины этих решений не исключаются в том, что он просто в бункере находится во всех смыслах и сознательно окружил тебя, видимо, уже теми людьми, которые говорят ему только приятные вещи. Ну, это, собственно, тоже никакая не новость, это никакая его личная характеристика, это авторитарный правитель, сползающий в диктатуру, всегда через эту стадию проходит, что я не верю в способность нынешней власти к адекватному диалогу. Это не значит, что там нет вообще людей, которые там что-то понимают, но они не принимают решения и не влияют на них. Власть очень картинифицирована и очень зависима от одного человека и, я как уже сказал, он находится сам в информационном бункере. Поэтому, я считаю, что, конечно, еще раз говорю, переговоры нужно вести со всеми, нужно разговаривать. Страна одна и ее будущее, как бы, это более важная ценность, чем там борьба с нынешней группировкой. В конце концов, задача ведь не в том, чтобы, так сказать, вот моя личная, чтобы там наказать, там покарать или там отомстить, отстранить. Нет, я хочу, чтобы моя страна хорошо развивалась, чтобы она свободно вздохнула, чтобы людям здесь было комфортно, чтобы права были защищены. Вот чего я хочу. Поэтому, если ради этого нужно будет, чтобы эти люди ушли, уехали там и так далее, и там, как кто-то сказал, раньше был философский пароход, грустная история 22-го года прошлого века, да, это будет воровской пароход, дать им возможность всем уехать. И я бы дал такую возможность. Ну вот, то есть, я бы сделал все, чтобы избежать противостояния. Я сделал все, чтобы избежать белорусского сценария противостояния власти и общества. Если шанс избежать его, но при этом все-таки добиться смены режима существует, я за этот шанс. Но если смена режима невозможна без уличного противостояния, значит, надо на него идти. Потому что нынешний режим и есть главное зло, я в этом глубоко убежден, он просто, знаете, как пиявка, присосавшаяся к телу. Столько уже из него высосало, что пиявка уже больше, чем тело. Поэтому я считаю, что это ключевая задача. И в этом смысле, когда меня спрашивают, готов ли я объединяться с какими-то там коммунистами, еще какими-то непри... не близкими мне людьми, я сказал, да, я готов объединять усилия, там с разными людьми. И я много раз это демонстрировал, я получал за это там тычки и критику со стороны коллег-либералов за свою всеядность, как они говорили с точки зрения Союза. Но я искренне считаю, что, как говорится, красный и белый против серых такая конструкция возможна. И очень часто она единственная возможная. В ситуации таких вот настоящих народных фронтов, гражданских фронтов против диктатуры, против авторитарного режима, все уподавляющее, иначе мыслящее, независимо от того, либералка или коммунист, такая практика возможна. И ее надо применять и в политической практике, причем необходимости договариваться, не конкурировать в одномандатных округах, выставлять единых кандидатов против единой России. Вот мне, я за такую политику, я считаю, в этом управлении мы должны двигаться. Если власть в любой момент будет готова на переговоры, их надо вести, но их надо вести с позиции силы. Власть не способна на переговоры даже равноправные, как мне кажется. Все время воспринимает это как допрос, с лампой в лицо. У него такой формат переговоров, она себе видит. Ну, я так думаю. Но еще раз говорю, любые шаги и средства хороши для достижения главной цели. смены режима мирным путем. Возможно ли вообще смена режима мирным путем в России сейчас? Я очень надеюсь, что да. Вот так я отвечу. Цитата. «Щедрость и милосердие у нас в крови». Эти и другие вопросы нравственности в обществе Путин обсудил по видеосвязи перед финалистами конкурса «Добровольцы России». На ваш взгляд, лично я не могу однозначно ответить. Является ли это намеренным троллингом таким? Либо Владимир Владимирович искренне отождествляет себя с таким добрым царем? Абсолютно искренне. Больше не сомневаться ни секунды. Абсолютно искренне. И мы-то понимаем, насколько это неадекватное самовосприятие. Но еще раз говорю, в этом смысле я еще раз говорю, я не хочу казаться человеком сочувствующим, но в данном случае в каком смысле действительно стоит пожалеть человека, который оказался, которого... Ну помните, такие же истории были с Лениным, например, который когда заболел, ему там отдельно обсуждался вопрос, что печатать ему отдельный номер газеты «Правда». Вот Валериан Куйбышев в частности предлагал такой вариант. «Газеты «Правда» напечатать для Ильича, чтобы он не волновался». Только ну а что? Так это же все то же самое. Неважно, большевики они или там и чеки, или там они чекисты, ну не имеет значения, либералы, демократы. Сама система власти, как она, как бы не называлась она, если она авторитарна, если во главе вождь, от решения которого все зависит, конечно, что-то он оказывается в таком информационном вакууме. Такому казался Владимир Владимирович, который воспринимает себя как доброго царя. Я не исключаю, что есть, наверное, какие-то отряды Путина, вот иногда в интернете натыкаешься на это безумие. Не знаю, насколько это настоящие бабушки или, наверное, где-то играют они, которые там славят Владимира Владимировича. Наверное, такие люди есть в стране, может быть, их даже не так уж мало. Мне кажется, что все-таки большая часть людей, которые вообще думают, потому что об этом надо думать, она все уже понимать начинает или понимает точно. И поэтому, конечно, Владимир Владимирович искренен в своем заблуждении. И это как раз еще один аргумент в сторону того, что и самого Владимира Владимировича, и нынешний режим надо от власти убирать. Потому что, ну, не надо в таком неадекватном состоянии руководить столь сложной страной. Да и в какой страной? В неадекватном состоянии не надо руководить. Сейчас это происходит. И мы должны в этом смысле это тоже осознавать. Потому что он так себя видит. Главное здесь нас. Опять же, слово нас. Конечно, Владимир Владимирович уже полностью государство – это я, Россия – это я, Березка – это я, и вообще я лучший тракторист, спортсмен. Что еще там бывает лучше? Как у нас в истории уже бывало. Я считаю, что это, конечно, признак счетов этой неадекватности. Но искренний абсолютно человек воспринимается как доброго царя. Так ему все рассказывают, что народ вас любит, Владимир Владимирович, вы такой добрый и справедливый. Там чиновников не любят. В общем, парадигма «хороший царь, плохие бояре» работает у него в голове. Максим, еще вот такой вопрос в отношении Алексея Навального. Конечно, это решать Алексею Анатольевичу, безусловно. Но все же, на ваш взгляд, политики, оппозиционеры такого уровня высокого, в частности, ему, на ваш взгляд, целесообразнее остаться на Западе и сохранить себя для будущего, уберечь себя, потому что все-таки есть определенные риски по возвращению. Либо правильнее было бы вернуться в Россию и продолжить здесь ту деятельность, которую он вел до отравления. Вот на этот вопрос, Олег, он может только его может быть выбор. Вот я хочу вам сказать, поскольку вы задавали этот вопрос мне, о всяких возможных угрозах и так далее, это человек только сам человек должен для себя решать. Советы, конечно, можно дать, но я даже не стану высказывать в публичном пространстве, что бы я хотел от Алексея. Потому что я знаю, что он примет то решение, которое будет для него органичным. А значит, мы сохраним того Алексея Навального, которого я знаю. Ну, вы знаете, я Алексея знаю довольно давно и не могу сказать, что у нас какие-то близкие, товарищеские отношения. Нет. У нас, мы знакомы были по партии Яблока, мы общались. Я могу сказать, что, конечно, сегодня это самый влиятельный лидер оппозиции, это очевидный факт, тоже с этим сложно спорить. И, безусловно, представляющий большую угрозу для нынешней власти. И, если иметь в виду, что власть вообще уже перестала какие-то оттенки видеть и сама делает картину черно-белой, то есть, не то, что мы бы хотели, да, Путин или Навальный, любой, нормально, сейчас скажут, нет, слушайте, но это маленький выбор, дайте нам более широкую спальню. Ну, просто власть все загоняет, так все ровняет, а Навальный, понимаете, человек, который, ну, вот, в этом смысле для меня символизирует вот это неприятие, он сопротивляется просто, ну, хотя бы из чувства собственного достоинства и самоуважения. Вот такой, знаете, парень с нашего двора для меня, мы с ним почти ровесники, но мне понятны, понятны мотивы его поведения, что им движет, его взгляды, еще раз говорю, при том, что, сказать, мы не очень там близкие товарищи, но я, конечно, в ситуации Путина-Навальный, конечно, на стороне Навального. Без всякого, ну, просто, просто потому, что нам власть сама уже, в конечном счете, навязывает либо себя, либо, значит, человека, который, ну, сегодня является самым влиятельным едином позиции. Поэтому, конечно, мы должны его поддерживать, не в смысле там, во всех его шагах, поддержка Навального в данном случае, это и критика тоже. Но, конечно, те мерзопакостные истории, которые позволяют себе в отношении Юли Навальной, вот эти все истории про отца, отвратительная дрянь, отвратительная грязь, все это, конечно, просто, ну, это некрасиво и неприлично. Алексей не является человеком без недостатков, безусловно, у него они есть, он у них, они сам не хуже нас знают, мы имеем право, конечно же, и должны критиковать любого, в том числе, и лидера оппозиции, но надо помнить о том, что сложно человеку очень, и на переднем крае борьбы. Помнить об этом нужно, когда мы его критикуем тоже, нужно проявлять солидарность с людьми, которые несут на себе головную нагрузку сейчас. Поверьте, это очень непросто, я не несу и сотой доли, или там тысячной доли тех нагрузок, которые выпадают на долю Алексея и его семьи, но, знаете, я хочу вам сказать, это крайне сложно, психологически, человечески, это непростая история, и если, допустим, тот же оппозиционный политик срывается, и говорит какие-то, может быть, вещи, которые кажутся кому-то грубыми, я не призываю его за это хвалить, я призываю понимать состояние, в котором человек находится, и поэтому я, еще раз говорю, просто благодарен Алексею хотя бы за то, что он взял на себя такое количество этой, назовем это, работы, которую не приходится делать нам, потому что, если бы не было Алексея со всей его работой, значит, мы должны были бы делать эту работу и брали бы на себя все тирики. Есть такой человек как Алексей Навальный, давайте помните об этом, что через что ему приходится пройти в своей борьбе. Россия будет свободной? Без сомнений. Продолжение следует...